Здравствуйте, друзья! С вами Кик, и в сегодняшнем выпуске вас ждет птица, которая освобождена. И почему Илон пришел на новую работу с раковиной? Целых три Taptic Engine в будущих айфонах 15 Pro и 15 Pro Max. Китай, который показал, как боевой робот-собака с пулеметом на спине десантируется с дрона. Робот с живыми веревками, который научился хватать предметы. Самый большой литейный пресс в мире едет на гигафабрику Тесла в Техасе. И НАСА, зафиксировавшая удар метеорита по Марсу. Он нашел лед под поверхностью планеты. Все это и многое другое прямо сейчас. Поехали. Птица освобождена. Написал на своей страничке в социальной сети Twitter основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, прямо намекая на приобретение Twitter, которое состоялось в конце этой недели. На этом фоне генеральный директор Tesla Илон Маск уволил нескольких топ-менеджеров Twitter, после того, как в четверг вечером официально взял под свой контроль компанию. Он сразу добавил, что не собирается увольнять 75% сотрудников. СМИ, ссылаясь на опроверенных информаторов, сообщили о том, что генеральный директор Twitter Парак Агровал, финансовый директор Нед Сигал и Виджая Гадде, глава отдела правовой политики, доверия и безопасности были уволены. Маск обвинил всех троих в том, что они ввели в заблуждение его и инвесторов из-за количества фейковых аккаунтов на платформе. Кроме того, стало известно, что Илон Маск пригласил в штаб-квартиру Twitter инженеров из компании Tesla, чтобы они могли заняться проверкой программного кода. Руководители различных отделов Twitter представили инженерам Tesla всю необходимую информацию, чтобы они смогли оценить ее и отчитаться перед Маском. Маск отказался от сделки в июле, обвинив компанию в непредоставлении достаточной информации об учетных записях ботов. За этим последовала судебная тяжба, кульминацией которой стало то, что судья Делавера постановил обеим сторонам закрыть сделку до 28 октября. Ранее в этом месяце Маск предложил реализовать свое первоначальное предложение о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов. Руководство Twitter согласилось. В четверг Маск сказал, что покупает платформу, чтобы помочь человечеству, и что он не хочет, чтобы она превратилась в бесплатный ад. А причина, по которой я приобрел Twitter, заключается в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую городскую площадь, где можно обсуждать широкий спектр убеждений в здоровой манере, не прибегая к насилию. В настоящее время существует большая опасность того, что социальные сети разделяются на крайне правые и крайне левые эхо-камеры, которые порождают еще большую ненависть и разделяют наше общество. Перед приездом в офис Илон поставил в Twitter статус «главный по твитам» или «chief твит». Затем в сети появилось видео, где Маск приносит настоящую раковину в офис компании. Тем временем аналитик Минг Чико заявил, что Apple может планировать заменить нажимаемые кнопки регулировки громкости и питания в смартфонах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Он вспомнил времена iPhone 7, в котором нажимаемую кнопку «домой» заменили на сенсорную. Напомним, работа кнопки Home в iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2 и iPhone 13 осуществляется с помощью распознавания прикосновений. Кнопки регулировки громкости и кнопка питания двух старших моделей iPhone 15 могут иметь новую конструкцию, похожую на дизайн кнопки «домой» на iPhone 7, 8 и SE 2. Эта кнопка заменит привычные физические и механические кнопки. Заявил Минг Чико. Apple будет полагаться на вибрационные двигатели Taptic Engine, чтобы имитировать ощущение нажатия. Стандартные модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus сохранят нажимаемые кнопки. «В связи с этим изменением дизайна количества Taptic Engine, используемых в каждом iPhone, увеличится с одного до трех. В результате существующие поставщики Taptic Engine, Luxshare ICT и AAC Technologies получат значительное выгоду», — добавил аналитик. «Также ожидается, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max станут первыми смартфонами компании с USB-C». Поехали дальше. Хотя в мире постоянно говорят о недоступности вооружения роботов и использовании их в боевых целях, на практике роботизированные системы для военного применения разрабатываются во всех ведущих странах. Одну из таких систем недавно продемонстрировал на видео военный подрядчик из Китая. Изначально видео было опубликовано на странице верифицированного аккаунта Castrol Defense Bloodwing в китайской социальной сети Weibo, ассоциированного с китайским военным подрядчиком. Хотя качество видео не слишком высокое, можно легко разглядеть процесс высадки на крышу дроном вооруженной робособаки. После того, как беспилотник улетает, робот поднимается на четыре ноги и начинает осматривать окружающее пространство в поисках целей. Он оснащен одним из вариантов автоматического оружия, смонтированного на спине. Оружие может быть легким китайским пулеметом QBB-97, способным производить до 650 выстрелов в минуту на эффективную дистанцию до 400 метров. Описание в социальной сети свидетельствует о том, что робот может легко организовать неожиданную атаку. Такого можно высадить в тылу врага в слабозащищенном месте или поместить на крышу для того, чтобы занять господствующие высоты. Как говорится в описании, благодаря этому можно организовать трехмерную атаку на врага. Специалисты опасаются, что в скором будущем подобных роботов под управлением ИИ будут десантировать в местах, где высадка для людей была просто невозможной из-за опасности миссии или по любым другим причинам. Инженеры из Гарвардской школы инженерии создали робота-осьминога, который может хватать даже самые хрупкие вещи. Работу умных веревок показали в ролике. Робот состоит из полых резиновых трубок длиной 30 сантиметров. Под давлением эти шланги начинают скручиваться. Специальная система давления заставляет конечности адаптировать силу прикосновения. Эти щупальца будто обнимают добычу. Ученые заявили, что по отдельности каждая веревка очень слабая, но в большом количестве они объединяют силу и способны поднять крупные объекты. Изобретатели сообщили, что планируют продавать свое творение. Подобные роботы могут пригодиться на складах, где нужно перемещать хрупкие или непростые по форме предметы. А вот итальянская компания Idra подтвердила, что отправила Илону Маску гигантскую литейную машину Gigapress. Новый пресс, способный развивать усилия смыкания до 9 тысяч Tesla или 88 тысяч килоньютонов, уже ждут в сборочном цехе техасского завода Tesla, где готовится начать серийное производство электрического пикапа Cybertruck. Это один из самых важных элементов производственного оборудования, необходимый Tesla для того, чтобы начать выпуск давно обещанного грузовика. С его помощью на заводе будут штамповать стальные корпуса электромобиля. На прошлой неделе Маск написал, что на техасской гигафабрике полным ходом идет подготовка к установке нового оборудования. Компания собирается начать производство Cybertruck в начале следующего года, а Маск намерен в ближайшие недели лично обкатать бета-прототип пикапа. До сих пор все инвестиции Tesla в литье более крупных деталей автомобилей приносили успех. Так, единственный элемент задней части корпуса Model Y позволил заменить 70 компонентов, что снизило расходы и сократило время сборки. К примеру Tesla вскоре последовали и другие автокомпании. Представители IDRA заявили в прошлом году, что к ним обратились полдюжины заказчиков с аналогичным запросом. Но у Tesla мегафабрика не только в Техасе. Мегафабрика, строительство которой началось в прошлом году в Калифорнии, открылось и готово принять новых сотрудников. На фабрике Tesla будут выпускать промышленные аккумуляторы. Прежде энергетическое подразделение Tesla выпускало литий-ионные аккумуляторы всех трех типов Powerwall, Powerpacks и Megapacks на гигафабрике в Неваде. Но в прошлом году компания решила расширить производство и построить в калифорнийском городе Летроп завод площадью 40 тысяч квадратных метров, занятый выпуском исключительно промышленных батарей Megapack. Megapack – это аккумулятор размером с грузовой контейнер с батареей на 3 МВт часа, со встроенными модулями, инверторами и тепловыми системами. Powerpack меньше, с емкостью 210 кВт часов, предназначается для малого бизнеса или многоквартирных домов. Powerwall – домашняя версия накопителя. Работы на новой фабрике ведутся активно, а производительность уже достигла 25 единиц аккумуляторов Megapack в день. Точные цифры станут известны в конце четвертого квартала этого года. По прогнозам Маска, рано или поздно подразделение Tesla Energy сможет на равных конкурировать с автомобильным бизнесом Tesla. На прошлой неделе Tesla сообщила о рекордных показателях развертывания промышленных накопителей энергии. За последний отчетный квартал их было развернуто на 2,1 ГВт часов. Ну и какой же кик без космоса? Земля и все изученные в космических программах небесные тела в Солнечной системе подвергались ударам из космоса. На Земле эрозия и тектонические процессы залечили все раны, кроме самых сильных. Хотя и их признаки приходится выявлять по косвенным свидетельствам. Луна, Марс и другие объекты в нашей системе неприкрыто демонстрируют следы от прошлых ударов. Тем удивительнее было стать свидетелем удара небесного тела о поверхность Марса, который случился год назад. Изучение снимков и других данных показало, что мы впервые стали свидетелями крупнейшего за всю историю космических программ НАСА падения космического объекта на небесное тело Солнечной системы. Согласно оценкам, это был метеорит от 5 до 12 метров в поперечнике. В земной атмосфере он бы полностью сгорел и не достиг бы поверхности Земли, не превратившись тем самым в метеорит. Но в очень и очень разреженной атмосфере Марса метеорит упал на поверхность и пропахал кратер глубиной до 21 метра. Обломки метеорита и выброшенного ударом грунта обнаружены на удалении до 37 километров от места падения. Что самое важное в этой истории, метеорит выбил из-под поверхности Марса огромные куски леда, подтвердив возможность обнаружения на Красной планете достаточных запасов воды для обеспечения земной колонии. Водяной лед впервые обнаружен относительно недалеко от экватора Марса, где погодные условия не такие жесткие, как в приполярных областях, с достаточными залежами водяного льда. Наконец, падение метеорита возбудило в коре Марса особые сейсмические волны, что дало новые данные для изучения геологии этой планеты. Один удар и столько открытий. Такое сочетание в науке встречается очень редко. И на этой ноте мы и завершим сегодняшний выпуск. Спасибо, что посмотрели. Следите за техно-новостями и в нашей телеге, и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому!